Добрый вечер! Вы смотрите новости на телеканале Катунь24 и в студии Дарья Вялкова. В начале выпуска коротко о главных событиях. Региональный этап Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству завершился в Алтайском крае. В 49 компетенциях соревновались 220 студентов и 100 школьников. Вообще чемпионат профессионалы, он помогает полюбить вашу профессию. Более 7 тысяч гектаров леса засеют в этом году. В питомниках региона готовятся к началу лесовосстановительных работ. В всех семенных районах мы готовим заготавливаем семенное сырье, перерабатываем, добываем из шишек семена, храним их. В Барнаульском спортивном комплексе «Тэмп» отметили пятилетие благотворительного проекта «Мехутка». С бесплатным концертом выступил заслуженный артист России Дмитрий Билан. Погрузился в эту историю. Перед каждым концертом на гастролях, в турах я общался с родителями. Перед концертом, подчеркну, приходили дети, приезжали на колясках. Региональный этап Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству завершился в Алтайском крае. В 49 компетенциях соревновались 220 студентов и 100 школьников. Они демонстрировали свои навыки в банковском деле, малярных и декоративных работах, ресторанном сервисе и других сферах. По поручению губернатора Виктора Томенко всех участников поздравил заместитель председателя правительства региона Игорь Степаненко. Он поучаствовал в награждении победителей и отметил, что они – будущее нашего края и страны. Это награды, которые вручаются уже профессионалам, людям, которые уже добились таких успехов, когда мы можем сказать – это профессиональная деятельность. И дай Бог, чтобы эти ваши умения, навыки развивались, и чтобы у вас становилось как можно больше. А мы, в свою очередь, будем создавать все необходимые условия для того, чтобы это было реализовано в вашей жизни. Молодые профессионалы – это возможность показать свои лучшие качества будущим работодателям. Самых успешных студентов предприятия-партнеры возьмут на практику, а некоторых примут на работу. Вообще, чемпионат профессионалы, он помогает полюбить вашу профессию. Человек, который горит профессией, он будет развиваться в этой профессии. Он сможет пройти дальше и достичь новых вершин. Благодаря этому чемпионату я могу уже с точностью сказать, какую профессию я хочу получить в дальнейшем. Победители регионального этапа соревнований в каждой компетенции представят Алтайский край на всероссийском финале. Он пройдет в Санкт-Петербурге в ноябре. Продолжаем выпуск. Более 7 тысяч гектаров леса засеют в этом году. В питомниках региона готовятся к началу лесовосстановительных работ. В этом году саженцы сосны отправят в южные районы края. Подробности в нашем следующем сюжете. 7 миллионов! Столько саженцев сосны нужно, чтобы засеять 2000 пустующих гектаров региона. Эта цифра – ежегодный показатель, который выполняют в Алтайском селекционно-семеноводческом центре. Сейчас годовалые саженцы готовят к транспортировке. Сосны отправятся в районы, расположенные на юго-западе региона. Среди территорий – Егорьевский, Угловский, Ключевский районы, а также Приобье и Салаирский кряж. В всех семенных районах мы готовим заготавленное семяное сырье, перерабатываем, добываем из шишек семена, храним их, оказываем услуги другим предприятиям лесохозяйственным нашего субъекта, соседних субъектов. Сосны выращивают в кассетах с закрытой корневой системой. Так корни растения всегда остаются в земле, поэтому легко переносят транспортировку и быстро приживаются в открытом грунте. Саженцы, выращенные по такой технологии, также могут дольше храниться перед посадкой. Накрываются, чтобы солнечный, чтобы лишний раз не сохло. Если нет, у нас есть специальные холодильники для хранения. Могут в холодильнике составиться, либо снежком присыпается. Всего в регионе семь лесопитомников, которые выращивают саженцы для восстановления леса. По плану ближайшие шесть лет в Алтайском крае необходимо засеивать 7200 гектаров в год. Это территория, пострадавшая от пожаров, вырубки и засухи, где деревья уже не смогут вырасти самостоятельно. Например, в жестких природно-климатических условиях находятся леса в Приобье. Когда плюс 50 жары, и это стоит сколько-то там недель, когда песок, то есть тогда даже трава на земле не растет, а лес там растет. Трава не растет, а лес растет. Если мы его сами там не посадим, он сам не вырастет. Саженцы, выращенные в селекционно-семеноводческом центре, отправятся домой, на территорию, откуда привезли шишки на переработку. Так сосны вырастут в лесах с подходящим для них климатом. Анастасия Целовальникова, Дарья Коншина, Илья Алексеев. Новости. Добрые дела объединяют. В Барнаульском спортивном комплексе «Темп» отметили пятилетие благотворительного проекта «Мехутка». Там с бесплатным концертом выступил заслуженный артист России Дима Билан. Добро любит тишину. В этом убеждены создатели Барнаульского благотворительного проекта «Мехутка», которые помогают людям от лица улыбчивого медведя. «Мехутка» родился в семье, которая воспитывает особенного ребенка. Поэтому его родители, как никто, знают, что значит сталкиваться с равнодушием к этой теме со стороны общества. В минувшие выходные в спорткомплексе «Темп» отметили день рождения проекта. Кстати, это единственная площадка в Барнауле, где праздник разрешили устроить совершенно бесплатно. Остальные, по словам организаторов, запросили немалую сумму. Именно в темпе с бесплатным концертом выступил российский певец, заслуженный артист России Дима Билан. На концерт могли попасть не все. Его организовали для детей с инвалидностью, воспитанников детских домов, домов-интернатов, а также их родителей. Во время двухчасового выступления артист общался с детьми и радушно принимал цветы и подарки от них. Кстати, в октябре прошлого года Дима Билан уже выступал в Барнауле. Тогда волонтеры проекта попросили певца встретиться с ребенком, который мечтал о знакомстве с ним. Дмитрий с радостью согласился и провел с мальчиком время. Его вместе с мамой Галиной мы встретили и на дне рождения Мехутки. Очень случайно Мехутка узнал от посторонних людей, что моему ребенку очень нравится Дима Билан. На нас вышли и просто пригласили в прошлом году на бесплатный концерт Билана. Мехутка знает о мечтах наших детях, узнает и делает вот такие волшебные сюрпризы. Я погрузился в эту историю. Перед каждым концертом на гастролях, в турах я общался с родителями. Перед концертами, подчеркну. Приходили дети, приезжали на колясках. Я со всеми общался, мы это снимали, мы разговаривали, мы смеялись, где-то даже грустили. И я раскачал, мне кажется, какую-то такую историю внутри себя и остановиться не могу. Поэтому, если меня зовут, если я где-то нужен, я с большим удовольствием приезжаю. Благодаря проекту Мехутка дети с инвалидностью в разное время встречались со спортсменом Хабибом Нурмагомедовым, певцами Сергеем Жуковым, Нелета, Бастой, певицей Зиверт, актером Константином Хабенским и многими другими. Добрый медведь устраивал мотошоу, спускался по тросу с крыши к маленьким пациентам Краевого клинического центра охраны материнства и детства, чтобы просто помахать им через окно и поднять настроение. Останавливаться на этом не собираются. Волонтеры уверены, доброта и внимание просто необходимы для особенных детей и их родителей. Софья Житина, Роман Хайрулин, Новости. Алтайский край накрылась снегопадом. Из-за осадков осложняется дорожная ситуация. О погодной обстановке расскажет мой коллега Глеб Полянский. Глеб, вам слово. Здравствуйте, коллеги. Никто не ждал, но она вернулась. Зима 17 апреля. Кто бы мог подумать, вернулась на Алтай и вновь заявила о своих правах. Вот таким снегом, бураном, непогодой и неприятными условиями для водителей. Чувствую себя персонажем фильма «День сурка», будто 2 февраля, повторяется в моей жизни бесконечно. На въезде на старый коммунальный мост в Барнауле образовалась огромная пробка. Сегодня днем. Сейчас она уже частично прекратила формироваться, но, тем не менее, затруднения в движении сохраняются. Оперативно на обстановку отреагировали городские службы. Вот городская администрация, в частности, сообщает, что коллектив муниципального предприятия «Автодорстрой» перейдет на круглосуточный режим работы, будут расчищать, как зимой в снегопады, остановки общественного транспорта, тротуары, проезжие части с использованием реагентов, чтобы обеспечить комфортное передвижение как пешеходам, так и водителям. Водителей просят, особенно тех, кто уже успел сменить зимнюю резину на летнюю, воздержаться по возможности от поездок, либо быть очень внимательными на дорогах и выбирать маршруты без крутых подъемов, чтобы избежать вот таких сложных ситуаций, которые сложились здесь, на Старом мосту. Также Министерство транспорта Алтайского края сегодня днем сообщало о перекрытии нескольких участков трасс в Алтайском крае. Например, федеральной трассы А-322 от Олейска до границы с Республикой Казахстан. Вдумайтесь, около 200 километров на участке с 123-го километра по 337-й километр. Также были ограничения движения на участке от Змеиногорска до Рубцовска. Автовокзал Барнаула сообщил об отмене рейсов по трассе Барнаул-Рубцовск, граница с Республикой Казахстан. На дорогах работает свыше 350 единиц специальной техники. Узнать актуальную информацию можно по телефонам оперативных служб, которые вы можете видеть на экране. Мы будем следить за развитием событий и надеемся, что эта обстановка продлится недолго. Хоть и приятно, конечно, наблюдать за этим красивым природным явлением, когда вот такой белый снег падает, радует нас своим внешним видом. Но, конечно, для водителей коммунальных служб, да и просто жителей Барнаула, Алтайского края, это, прямо скажем, не всегда приятно. Спасибо. До встречи в эфире, коллеги. Спасибо, Глеб. Ждем вас в редакции с подробностями. Торжественное открытие конкурса «Воспитатель года Алтая» состоялось сегодня в Барнаульском детском саду номер 250. Уже 17 лет педагоги со всего края принимают участие в крупнейшем конкурсе за звание лучшего воспитателя. Сейчас там находится моя коллега Таисия Чемесова. Таисия, здравствуйте. Вы в эфире. Здравствуйте, Дарья. В этот раз 15 педагогов из 37 вошли в очный этап. А что ждет наших конкурсантов дальше, подробнее нам расскажет Ольга Цирн, главный специалист Министерства образования и науки Алтайского края. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, какие испытания ждут наших конкурсантов. Традиционно наш 17 конкурс стартует сегодня с профессионального мероприятия «Моя педагическая находка». на котором наши участницы предоставят свой опыт, расскажут, какую инновацию они хотят внедрить в дошкольное образование и поделятся своими новыми методиками в сфере дошкольного образования. Будут ли какие-то нововведения на этом конкурсе? В этом году мы остаемся традиционно с теми же конкурсными испытаниями, поэтому нововведений никаких не предполагается. Расскажите, какие в «Воспитателе года» планируются номинации и будут ли они вообще? По завершению конкурса, кроме первого, второго и третьего денежных призов, жюри имеют право выдвигать конкурсантов на номинации. Это будет «Моё педагогическое кредо», «Знаток детских сердец», «Мой мастер-класс» и «Педагогический дебют». Ну и последний вопрос. Какой приз ждет победителя? Абсолютный победитель регионального профессионального конкурса «Воспитатель года Алтая-2023» получит 200 тысяч премию и право участвовать в тренинг-лагере в поселке Шипси Краснодарского края с целью подготовки к всероссийскому конкурсу. Спасибо, Ольга. Спасибо. Подробнее об этом мы расскажем в следующих выпусках, а я передаю слово коллегам в студию. Дарья. Спасибо, Таисия. Ну а у меня к этому часу все новости. Больше новостей вы можете посмотреть на нашем официальном сайте, а также в группах в социальных сетях. С вами была Дарья Вялкова. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!